Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! На проекте уже отсняли финальный выпуск шоу клуб веселых дураков. В эфире он будет показан в канун нового года. Константин Иванов признался, что ему очень нравится Алиса Литинская. Между ними на самом деле ничего и нет, но это вопрос времени, заявил Иванов. Валерия Фрост продолжает переживать из-за расставания с Захаром Соленко. Девушке тяжело на проекте, ведь у нее напряженные отношения с коллективом. И единственный человек, кому она может доверить свои самые сокровенные мысли, это Лилия Четрару. Но она улетела к маме, и Лера осталась совсем одна. А вот то, что она продолжает лидировать в ТНТ Клаб в голосовании на вылет, Фрост совсем не расстраивает. И все потому, что она уверена, что не столь важно, любят тебя зрители или нет. Если против тебя голосуют, да еще и постоянно, это значит, что ты вызываешь эмоции у зрителей. А какие эмоции положительные или отрицательные, это уже не важно. Марина Африкантова в прямой трансляции сообщила, что хочет расстаться с Романом. Вот что она рассказала. Мне некомфортно, мне плохо. Он меня как человека не чувствует. Похоже, он просто маленький. Он очень невнимательный, вообще не слышит, что я говорю. Лебеш Кпадону сообщила радостную новость. Испытательный срок в качестве ведущей прошел, и ее окончательно утвердили на новую должность. После Нового года Кпадону отправится на Сейшелы. Еще совсем недавно Иосиф Аганесян категорически отказывался от свадьбы и детей с Александрой Черно. Однако планы парня уже изменились. Сейчас молодой человек уже готов стать отцом и нянчиться со своим ребенком. Однако пока непонятно, с кем именно он хотел бы сделать потомство. Вчера Аганесян опубликовал в социальной сети небольшой пост на тему детей. Парень проводит много времени вместе с дочкой семьи Блюменкранц, поэтому всерьез задумался о своем ребенке. Иосиф написал, порой счастье нельзя купить, но его можно родить. Очевидно, что он намекнул на желание стать отцом. На Сейшелах снова произошла драка. Андрей Штрих разбил губу, а может даже и сломал нос Жене Жаркову. Рустам Солнцев в пух и прах разнес Либерж к Падону, как ведущую дома 2. Он назвал ее плохой ведущей, но способной и, возможно, со временем она сможет набраться опыта. Зрители уверены, что Рустам просто завидует Либерж и ее успехам. Бывшие участники Никита Кузнецов и Дарина Маркина хотят открыть свой бизнес. Ребята решили, что будут украшать праздники воздушными шарами. В первое время придется поработать самим, однако потом можно будет нанять людей, которые займутся выполнением заказов, а Маркина и Кузнецов начнут получать неплохую прибыль. Также в сети ходят слухи, что ребята хотят участвовать в конкурсе «Свадьба на миллион» на Доме 2. Захар Саленко был замечен в компании Лизы Полыгаловой и своей бывшей девушки. Фанаты уверены, что у них не просто дружеские отношения, а новый роман. Интересная новость с сайта шлок. Тата призналась, что испытала зависть, когда узнала о назначении на роль ведущей Юлии Ефременковой. По словам девушки, завидовала она ровно два дня, а потом все прошло. Блюминкранц даже похвалила Юлю за отличную работу! Это были все новости на сегодня! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал! Следите за новостями и не пропустите новое видео, видео, которое выйдет совсем скоро! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok